здравствуйте алтайский край готовится принять гостей международного фестиваля сибирская масленица чем готовы удивить организаторы на этот раз расскажет главный режиссер театрализованного представления ольга бабаева здравствуйте ольга ну во первых хочу поздравить вас с большой победой вы заняли гран-при до всероссийского профессиональной премии грани театра мазда в номинации лучший национальный праздник расскажите немножко эта национальная премия она присуждается ведущими режиссерами россии несколько режиссеров по моему 7 человек отсматривают полностью твою работу от начала и до конца с масленицей им можно сказать повезло потому что она идет 6 часов и они отсматривали 6 полностью весь праздник от начала и до конца при этом это люди которые делают масленицы на красной площади которые делают главные праздники страны которые делали там у нас был в жюри человека который делал олимпиаду 80 плачущего этого олимпийского мишка он тоже был в жюри и вот эти люди несмотря на то что когда я защищалась у них было ко мне масса вопросов тем не менее они присудили этому празднику первую премию гран-при лучший национальный праздник года по итогам 2016 года а сама премия вручалась в семнадцатом году вообще вы два года подряд получается до побеждаете на этом фестивале или туда другие были первая победа у нас была гран-при регионального этапа премии russian event words это туристическая премия мы получали премию как лучшее туристическое событие региона то есть вот от от сибири до дальнего востока мы были лучшими в своей номинации ольга но вы не первый год насколько я знаю уже семь или восемь лет занимаетесь масленицей в этом году что-то будет исключительно и может быть отличаешься от других скажем так праздников знаете каждый раз задают этот вопрос что будет новенького но сила каждый год нет обязательно мы придумываем что-то новенькое оказывается русская традиция она безгранична и чем больше туда погружаешься тем больше открывается там всего очень разного вот но важно традиция очень важна вот знаете моя как бы программная книга это шмелев лето господне в этой книге рассказывается как проживают христиане православные русские люди в москве вот в древней москве ну как бы это начало прошлого века как они проживают свой год и каждый год в такое-то время они солят огурцы в такое-то время они закупают свинину в какое-то время они снимают красивые занавески готовятся к посту вешают занавески серые поэтому вот эта традиция и каждый год одно и то же и люди ждут этих событий поэтому я сторонник того чтобы на масленице каждый год были какие-то базовые точные точки которые должны быть всегда и обязательно ну и конечно же мы готовим новое естественно как же без нового мы не можем вот вы замечательно назвали книгу удивительно да лето господне ивана шмелева немножко давайте напомним нашим телезрителям понятно что все уже практически знают что такое масленица но все таки что это за праздник чем отличается вообще других народных праздников вы знаете мы когда вот анализировали масленицу оказалось что это всеобщий праздник вообще всеобщий в котором сходятся все точки потому что во первых это к этому празднику совершенно хорошо относятся православные потому что вот эта последняя неделя по перед постом когда можно наесться когда можно вот навеселиться как раз и это разрешалось и это приветствовать а далее начинается прощенное воскресенье и за ним следом идет великий пост поэтому в отличие например от нового года где православные не празднуют его широко да масленицу они празднуют масленицу вместе с нами празднуют любые национальности потому что тоже вот это время поста следом идет и перед этим им нужно как следует повеселиться. И как-то этот праздник, он вообще всенародный получается. То есть все готовы его праздновать, и все его любят, и все на него стремятся. Я думаю, что это одна из составляющих успеха нашего праздника. Наверное, он всегда проходил, ну, театрализованные представления, наверное, были, да, скоморохи, выступления каких-то коллективов, я имею в виду до революции, в начале века, как вы говорили. Вот вы вот эти народные традиции тоже используете в своих костюмах, в своих номерах? Вообще, то есть немножко все-таки приоткройте тайну. Мы начали задаваться вопросом, анализировать составляющие масленицы. Вот, например, игрища масляные, они были всегда. То есть люди всегда забавлялись, там они или с медведем боролись, и кулачные бои тоже были, причем были жестокие. Ну, все знаем фильм Михалкова «Сибирский тирюльник», где он все это замечательно показал. Они были жестокие люди, им нужно было выплеснуть агрессию, да. Причем ударил, получил в нос, ох, хорошо. Потом пошли выпили, замерили. Это было нормально тогда, выбитые зубы, что-то. Сейчас зубы вставить дорого, без зубов ходить неприлично, поэтому кулачные бои мы не делаем на масленице. Но все другие традиции. Так вот, мы проводили анализ, что такое концерт. Вот стоят люди на сцене, пляшут, поют. Что это такое? А это, оказывается, масленичный балаган. Он был всегда. Ставили огромные балаганы, значит, двухэтажные. На втором этаже балагана ходил балаганный дед. То, что сейчас выполняет мы с вами телевидение, это делал дед. Он говорил, подходите к нам сюда, у нас будет праздник. И в этом балагане концерт составлялся. Там была полная, как сейчас скажут, эклектика, мешанина. Там мог быть и цирк, и песни, и глотатели огня, и чего только не было. То есть, вот это вот и танцы, естественно, и обязательно какие-то шуточки на злобу дня. Обязательно что-то про сегодня. Там дед шутил, из Комарохи шутили. То есть, вот этот вот концерт на большой сцене, я его с этого момента называю балаганный масленичный концерт. И что в нем хорошо, что мы там можем себе позволить все. Мы там шутим, мы там можем отрываться, веселиться и так далее. То есть, масленица – это озорной праздник. Вот что мне больше всего нравится. И еще знаете, еще про традиции. Масленичный парад. Вот точнее, он назывался всегда масленичный поезд. Это когда по деревне. Вот где мы празднуем масленицу? Мы будем праздновать за деревней, у нас есть специальная поляна. И мы от края деревни, через всю деревню садимся на лошадей. У кого кто на лошадь, кто на корыто к лошади привяжет, кто на тройке расписной едет. И вот собирались таким поездом. И ехали по деревне, и там кричали «Масленица идет, собирайся, народ!» Вот эти рифмованные все заклички и кричалки. Это все люди сами придумывали, собирались и ехали. И вот этот масленичный поезд, он у нас тоже стоит в основе масленицы. Это обязательное условие, и все знают, что он будет. Это традиционно. А вот какой он будет в каждый год, это уже вопрос. В прошлом году у нас в этом масленичном поезде плыл чудо-юдо-рыбакит. А в этом году у нас пойдут берючи самыми главными. Это глашатые из Древней Руси. Новые персонажи, которых никогда не было на масленице. Интересно. Ольга, где пройдет праздник, когда, давайте сразу скажем? — Традиционно, значит, сибирское подворье, село Новотырышкино, под Белокурихой. Это 8 лет масленица, точнее, да, 8 лет она там проходит. И я надеюсь, что будет проходить и дальше. — 17 февраля, да? — Да, 17 февраля. Начало праздника, ярмарка начинает работать в 11. — Ну, автобусы, видимо, из Барнаула будут, да? — Будут из Барнаула, из Белокурихи. К нам приезжают гости из Кемеровской области, из Томской области, Омской. Москва приезжает к нам. — Вот про коллективы, да, давайте вот немножко все-таки подробно. И краевые коллективы, которые примут участие, и московские. Мне там говорили, что чуть ли не два самолета к вам летит. Участников из Москвы. — Коллективов, гостей, возможно, да. — Гостей, наверное, да. — Гостей, московские гости к нам летят все время. Потому что, во-первых, у нас просторы, у нас чистый воздух, у нас снег, у нас Белокуриха, где можно после Масленицы здоровье поправить. Ну и сам праздник наш, конечно, который год от года развивается, становится все краше. И я думаю, что многим московским гостям просто вообще интересно, а что будет в следующем году. Потому что он такими очень большими темпами развивается. — Ну и тем более, знаете, вот эти вот победы ваши, это очень хороший пиар на самом деле. Это все попадает в новостные ленты, конечно же. И людям просто любопытно, что они там делают на Алтае, в Алтайском крае, в Барнауле. Да что такого, что они берут гран-при и побеждают на таких конкурсах. Конечно, любопытно даже посмотреть. — Я просто сама была некоторое время в шоке, что вот такая победа. И, знаете, недавно в Новосибирской области там работает режиссер, с которым мы на Масленице сотрудничали, и она проводила семинар среди режиссеров Новосибирской области. И семинар по Сибирской Масленице, Алтайский край. Ну, скажем так, что в Новосибирской области нигде ничего похожего нет и даже не намечается. Они все были очень удивлены. — Это эксклюзивный такой, да? — Да. Эксклюзивный абсолютно. Ничего похожего в Сибири здесь точно нет абсолютно. Вот. И они нам передали огромный привет, все режиссеры Новосибирской области. Сказали, что они покорены, и спасибо вам большое. И собираются делегации к нам приехать, посмотреть, что вообще поучится, и вживую воспринять эту энергетику праздника. — Замечательно. И краевые коллективы наши известные какие? Давайте их тоже назовём. — Ну, вот как сказать, раскачивали всю эту историю. Мы начинали всё это с ансамбля «Молтай», конечно. — Ну, он тоже будет принимать в этом году, да? — В этом году нет, их не будет. Семь лет подряд мы с ними, значит, вот раскачивали Масленицу. В этом году у нас будет... Но она не зря называется «Сибирская». География... Мы всегда ставили свою целью, чтобы выступали наши сибиряки. — Ну, конечно. — Значит, у нас приезжают Заволокины, ансамбль «Вечёрки» из Новосибирска. — Очень известная. — У нас приезжает группа «Дуня» казачья из Минусинска. У нас работают, естественно, наши барнаульские коллективы, бийские коллективы. Из Барнаула у нас будет «Сударушка», у нас будет коллектив «Роза Фибр», у нас будет коллектив «Сибирь». — Ну, действительно, самые известные коллективы Алтая. — Ну, и бийский театр «Куклы-великаны», лауреат премии Алтайского края. Там мы как бы... — Удивительно. — Мы в стержне в основе, потому что мы в стержне этого праздника. — Чудесно. — Ольга, большое спасибо вам за беседу и за вашу такую важную и нужную работу. Удачи вам, новых побед и до встречи. — Спасибо. — До свидания. — Я напоминаю, что у нас в гостях была главный режиссер фестиваля «Сибирская масленица» Ольга Бабаева. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok